Приветствую, приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у Заводчика Корги Воплощение мечты Сегодня мы пообщаемся по вашим комментариям и вопросам Потому что есть очень интересные У нас были такие, знаете, душесчипательные темы в последнее время И, естественно, они вызвали ваши отклики Давайте попробуем почитать Итак, Светлана, давайте так, Светлана, ви меня поймете, какая Доброго дня Може, уже кто-то и питал, но не хочу читать все комментарии Тому вопрос, что будет с портами Украины, не только с черноморскими Если есть возможность, посмотрите, пожалуйста Розблокировали Менше треба голосить нашим ЗМІ про такие речи Пройшли и добре, працюють порти и добре Сьогодні про наші порти згадали, маємо результат Субъективно ми не обурять ця війна в прямом эфире Коли вже ротяки позакривають Деяким журналістам і блогерам треба пальцы повідривати, щоб не писали швидше, ніж думают Вибачте, накипило, мир у мир Ви знаєте, я з вами згодна Світлана Це дійсно така війна Незвичайна, мабуть, не було такої війни, щоб вона йшла дійсно у прямому эфирі Так, така війна онлайн І дуже багато інформації виходить Тієї, що не повинна була вийти Так, і це дуже ускладнює ведення цієї війни На жаль, на жаль І про блогерів також Також я дивлюся інколи якихось там аналитиків І бувають такі, знаєте, моменти, коли я Так от і хочеться йому, знаєте, пельку заткнуть Заткнуть пельку, от правда Це наш досвід Нам дається те, що дається Розумієте, це наш досвід І ми його пройдемо Ми пройдемо цей досвід, так, він, ну, нелегкий Нелегкий Я згодна, це війна в прямому эфирі Так Так, онлайн Але це важко не лише для воєнних Це важко для мирного населення також От також важко Тому що ми, знаєте, з вами свідки Свідки всіх бойових дій Деякі жертви, деякі руйнування І це все дуже давить нам на мозок На нервову систему Ну, така війна Це, знаєте, приклад нової війни Ну, це, мабуть, не зовсім до мене питання Так, а про порты Раз, давай Так Украинські порты Украинські порты Что ждет украинські порты Какая перспектива украинських портов Что ждет украинські порты Порты Такі перспективи Порты Ну, які? Начинається с пятерки мечей Пятерка жезлов Паш жезлов Рыцарь кубков Солнце Смерть Смерть по тузу мечей Вот вам на минуточку, да, такое Ну, что Удары будут продолжаться Судя по всему По украинским портам Вероятно, пойдет тенденция Так как, видимо, больші Все-таки будут под Каким-то либо контролем Либо разрушением, да Либо вони будуть под ударами Да, мы видим Под ударами все-таки Да, будут пытаться Сопротивляться Тут есть борьба Несомненно, да Но, видимо Начнут обращать внимание Все-таки на пашей На маленькие порты На более мелкие, да, какие-то Не такие вот значительные Это, думаю, у нас же есть Не крупные, да А такие вот Дополнительные Возможно, которые не развивались А сейчас их начнут немножко вот Использовать более активно Системой вообще портов Будут значительные изменения Причем изменения по смерти Не скажу, что они погибнут Это скорее будут приняты Какие-то решения По тузу мечей То есть серьезные решения Какие-то По-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-пинтакли То есть все-таки Вероятно по какой-то защите Да, но Но я думаю, что это дело будущего, на ближайшую перспективу все-таки будут уходить, да, уходим к другим берегам, либо к более мелким, либо к портам других стран, да, уходим к другим берегам. Украинские очень сильно пострадают, очень сильно. От войны, ну, собственно, да, 10 мечей, королева мечей. Что их ждет после войны? Давайте так, потому что на ближайшую перспективу, правда, все печально, ну, печально, все равно печально. Послевоенные перспективы украинских портов. Послевоенные перспективы украинских портов. Послевоенные перспективы. Так, король мечей, королева кубков, иерафант, тройка жезлов, паж мечей, пятерка жезлов, справедливость, пять пентаклей, туз пентаклей, мир. Ну, что, послевоенные будут, конечно, отстраивать разрушенные, да, те, которые разрушенные, будут отстраиваться, и туда будут вкладываться большие деньги, мировые инвестиции, да, вот скажем, ну, вот в итоге, понимаете, да, вот в итоге. То, что разрушено, туда будут, в самые разрушенные будут вкладываться инвестиции большие, да, какие мировые инвестиции. Возможно, смотрите, здесь дело в том, что король мечей воздействует на украинские порты, как иерафант, да, в новых дорогах. То есть, возможно, это будет какой-то контроль НАТО, возможно, да, или что-то такое, каким-то, или какая-то специальная охрана. То есть, король мечей, некая мечевая энергия, да, король мечей, понимаете, да, это может быть какая-то силовая структура. Видимо, будут брать под охрану в качестве защиты украинские порты по справедливости, да, по какому-то договору, да, не знаю, возможно. Возможно, там, какие-то натовские самолеты будут дежурить или еще, ну, то есть, понимаете меня, да, будет какая-то защита, вот по аэрофанту это защита, несомненно, по какому-то договору, по справедливости. А то, что разрушено, оно, туда будут входить инвестиции со всего мира, вот так вот. Ну, это мы говорим перспективы послевоенные. На сегодня, то есть, на период войны, конечно, на порядок более печальные перспективы. Ничем не могу порадовать. Да, будут задействованы и более мелкие, и маленькие порты, порты других берегов, да. То есть, вот так, ищем какие-то компромиссы. Да, будет очень много разрушений, какие-то порты, вероятно, будут уничтожены практически до тла. То есть, они не смогут функционировать. И чтобы их отстроить, это нужно время, да, и просто, ну, будут по портам опять купить. То есть, скорее всего, не дадут их нормально приводить в порядок. То есть, с большой долей вероятности, речь о серьезных каких-то уж там действиях в портах будут идти именно после войны. Будет отстраивание, будут инвестиции, будет какая-то защита королем мечей. Ну, вот что-то такое. Так, очень интересный вопрос. Я из Калининграда, родилась тут, в Калининграде. Кстати, интересный, смотрите, очень интересный комментарий от жительницы Калининграда. Мало того, от человека, Елена ее зовут, которая родилась в Калининграде. А вот это уже интересно, правда? Так, я из Калининграда, родилась тут. И очень хочу, чтобы мой город не имел ничего общего с этой поганой Россией. Ничего не ждет город хорошего, пока Россия только высасывает весь бюджет из региона. Очень жду, когда мы станем свободны от Российской империи. Сейчас все добираются по нейтральным водам Балтики до Большой России, так как небо закрыто над Прибалтикой. На днях в наших местных пабликах выложили видео, что военную технику везут из Балтийска в сторону Калининграда. Кучу танков везли. Я думаю, их везут в сторону Сувалковского коридора. И каждый день вижу военные машины с мигалками. Скорее всего, и боеприпасы возят. Неужели они начнут Польшу в районе Сувалок с обоих сторон бомбить? Ну вот такой вот комментарий, как видим, можно его разделить на две части. С одной стороны, это комментарии жителя Калининграда. И кто-то мне писал, ой, у меня там знакомые в Калининграде, никто не хочет уходить из России. Ну так вот, как говорится, у нас с вами разные знакомые, да? Вот, пожалуйста, мои знакомые очень даже об этом мечтают. Вот, так что люди разные. И я вам хочу сказать, у меня много, много было и комментариев из Калининграда. Мало того, я вам скажу, у меня даже на расклады просились очень люди из Калининграда. Те, у которых есть родственники в Украине. И стоял вопрос оставаться там, уезжать. И я вам скажу, что в Калининграде очень сильны настроения, ну, по крайней мере, отделения от России. Вот так скажем. Уж не знаю, куда там они присоединятся, собираются, может, вообще отдельно жить. Но от соединения от России. И для них Россия это не родина. Нет, не родина, да? Уродина. И таких людей очень много, и настроений таких очень много, на самом деле. Ну, я это вижу, я знаю, да? Не знаю уж, какой там процент реальный, да? Но, тем не менее, это очень выраженная тенденция. Очень выраженная. Ну, и вторая часть этого комментария про оружие, да, которое идет в сторону Сувалковского коридора. Ну, это то оружие, которое идет в поддержку Вагнера. Потому что Вагнер идет с Россией в Беларусь колоннами типа почти без тяжелого вооружения. А тяжелое вооружение идет другими колоннами в других местах. Вот потому я и говорю, что расслабляться относительно Беларуси и Вагнера, ну, того, что, ну, раньше называлось Вагнер, да, сейчас не пойми, как они там, кто они такие. Никак нельзя. Никак нельзя. Поскольку там реальная опасность для стран. Для стран Балтики и для Польши это реальная опасность. Реальная. Ну, надеюсь, об этом, как бы, знают соответствующие органы, структуры и понимают, что происходит, держат под контролем этот процесс. Что тут я скажу? Я скажу, что ситуация усугубляется. Вот что я вам скажу. Вот это факт. Это, понимаете, вот мы с вами делали вчера расклад, вы видели? Какую бы мы страну ни брали, все заполнено мечами. Мечами. Коварство, подлость, мечи, мечи, удары какие-то. Везде. То есть там мирных карт. Все, все говорит о том, что агрессия, агрессия, да, какая-то, провокации. В какой степени отыграется, ну, да, посмотрим, конечно, посмотрим. К сожалению, к сожалению, да, война выходит за пределы Украины. Война выходит, она растет, она продвигается дальше. Скорее всего, это очередной этап, который, чем быстрее он пройдет, тем быстрее и закончится война. Понимаете, с другой стороны. Она должна пройти все этапы, и пока она не пройдет все этапы, не затронет все страны, которые кармически должны быть в ней затронуты, но должны были по судьбе затронуты в этой войне. Вот пока война не прокатится по этим странам, не заденет, то есть каждая не отработает свою историю, она не закончится. Знаете, как мы с вами говорили, да, чаша. Чаша, пока мы ее не выпьем всю, да, не вычерпаем, она не закончится, эта война. Поэтому, наверное, можно говорить, что в данном случае вот такое вот активное продолжение войны может свидетельствовать о том, что уже как бы и окончание приближается. Так же, да, потому что она уже выходит за пределы Украины. И это становится не только украинский вопрос. И Европа увидит, что, да, подождите, ну, ведь, смотрите, ведь Украина была права, когда говорила, что она защищает не только себя, она защищает и Европу. То, возможно, до кого-то сейчас будет больше доходить, что такие, да, да, это не просто война Путина против Украины. Это война Путина против всего цивилизованного мира. И не только Европы, и Африки туда же, да, и всех стран. Возможно, чтобы дошло до всех окончательно, должно случиться что-то страшное. Может быть. Но ведь у нас тоже, да, чтобы до нас дошло что-то, видимо, важное, случилось вот то, что случилось. К сожалению, нам остается только наблюдать. Наблюдать, молиться, не знаю, беречь себя, готовиться к худшему, надеяться на лучшее. Все, что мы можем в данной ситуации. Но перспективы не хорошие. Ближайшие перспективы относительно Польши и стран Балтики нехорошие. Это точно. Кремль готовит блэкаут в Украине. Посмотрите, пожалуйста, что он нас ждет. Спасибо. Смотрели по поводу блэкаута, пусть они сами готовятся к блэкауту. Не помешает им подготовиться. Потому что как раз Россия и не готова к блэкауту совершенно. И их блэкаут для них обернется намного более трагичными последствиями, поскольку у них температурный режим совсем другой. Так что они бы подумали о своих возможных, очень серьезных проблемах. Потому что украинские дроны долетают уже куда надо. Уже до Москвы так точно. И устроить блэкаут где-нибудь в Московской области, а то и в Москве, совсем не сложно. Вот подумали бы о себе. Я не думаю, что в Украине будет блэкаут. Я думаю, расклад был. Посмотрите. Так и называется блэкаут. Вообще, пролистайте канал. На канале очень много интересных видео. А столицей России должен стать Красный Ярд. То место, которое дало рассвет этой стране. Возможно. Калининград, Кеннисберг принадлежал Пруссии, потом Польше, потом Германии. Совершенно верно. Я почему говорю, что тут неоднозначно по поводу, это не германский город. Мы же говорим про маму. А мама кто? Кто мама у этого города? История на самом деле этого города очень интересная. Я сейчас на интуит читала комментарии. Очень был профессиональный, интересный комментарий. Я вам специально его прочитаю. Ну так как Пруссия на сегодня страна не существующая. То как бы по праву наследования далее идет Польша. Потому что как раз польские короли очень большой вклад совершили для развития этого города. Именно польские короли. Так что я не знаю насчет Германии, честно. Не знаю насчет Германии. А вот Польша очень даже может быть. Да и территориально как-то аналогичнее. Судя по всему. Ну давайте. Понимаете, если какие-то разрушения Россия все-таки в Польше устроит, то пусть потом не удивляются, да, что репарации за ущерб, репарации, как раз и будут Калининградом. Потому что, а Украине, например, Кубанью, да, или какими-то там регионами. Какими-то там у нас за Харьковом, да, вот эта Харьковская область может увеличиться неожиданно. А поймаете как? Вот они считают, что только они могут, Россия, да, мы говорим о правительстве, вот о России, о правительстве Путина, только они могут строить мир и заставлять играть по своим правилам. Да нет, нет, не только, не только. Был уже такой фраер с усиками, да, такой, который считал, что он может править миром, и он будет навязывать тому миру свои правила игры. И где он сейчас? Ну вот второй переродился. Ну понимаете, в истории все повторяется, все повторяется. Все идет по кругу, по спирали, я бы сказала, такой, да. Поэтому, несомненно, Россия будет терять свои территории, отдавать их в качестве репараций. Несомненно. Мало того, часть территории просто отделится в качестве каких-то, ну, относительно независимых административных округов каких-то, да, ну, что-то такое вот. Вроде как и Россия, но это независимая территория, все равно, ну, на каком-то там своем, там, может, законодательном уровне очень много отделяться будет именно таким образом. и посмотрите. Так. Сейчас, если я найду комментарий, был такой классный комментарий, мне очень понравился, там прямо очень классно расписана история самого Калининграда, очень профессионально, кстати. Сейчас. Так, сейчас я найду. Ой, знаете, сколько у меня комментариев на вчерашнее видео? 430 уже с чем-то. Ничего себе. Супер. Я вам очень благодарна за вашу активность. И есть вообще такие классные комментарии. А вот смотрите. Моя бабушка жила в старом немецком доме в Калининградской области. Дело было на хуторе. И мои воспоминания с детства, начало 90-х и проезжающие мимо космические, как мне тогда казалось, двухэтажные автобусы, которые иногда останавливались возле дома бабушки. Это были пожилые немцы, которые приехали посмотреть, что же сейчас происходит на той земле, откуда они родом. Они всегда останавливались, давали конфеты и шоколад, а иногда деньги. Если мне не изменяет память, то даже когда-то давали одежду. Очень милые были люди, всегда и много улыбались. Чуть старше я уже стала понимать, кто эти люди и почему они приезжали в Калининградскую область. Даже не могу представить, как их сердце обливалось кровью при виде того, что с их домом сделали совки. Я была бы так счастлива возвращению Кенигсберга. Вот такой комментарий. Это был сказочный красотый город во время прошлой войны. Рашисты его сравняли с землей. То же самое они делают и сейчас. Ну вот, видимо, комментарий, так скажем, российского оппонента. Ну за конфеты и шоколад можно и родину продать. А бабушка не рассказывала, что творили немцы с улыбкой войну. Ну вот, для юзера, который вот, ну там пока юзер, написал этот комментарий. Я скажу, мне бабушка рассказывала, что творили немцы с улыбкой войну. То же самое, что и творили советы с улыбкой войну. То же самое, что творили и в Первую мировую войну. Моя бабушка 1899 года рождения Ее уже нет, царство небесное Так вот она говорила, говорит, Наталочка Что советы, что кадеты Все творили божьи наказания Любые дорвавшиеся до власти Любые пришедшие с войной И это было на украинской земле Речь про украинскую землю Творили божьи наказания Нет такой войны, в которой Будут благородные, благородные солдаты Да, есть человеческий фактор Есть человеческий фактор, всегда И про немцев, которые приходили шоколадками И помогали, кормили голодных детей Я тоже слышала, да С одной стороны А с другой стороны немцы, которые Перестреливали всех кур Либо травили их, а потом выбрасывали В колодцы этих курей отравленных Это тоже факт Потому мы и говорим Человеческий фактор Солдат это тоже человек Офицер это человек И вот какой человек Да, каких человеков больше Такая в целом и армия Так что тут человеческий фактор А по поводу родины Ну, родина это что? Родина, юзер Вот, что родина? Ну, что такое родина? Что такое родина? Вот скажите Для тех, кто родился В Украине Донецкие Вы родились в Украине Вы вот, ну, например Там вот мои 77-го года Одногодки Которые сейчас Аж пыхтят за Россию А где ваша родина? Родина Где? Какая она родина? Украина? Советский Союз? Ну, какая ваша родина? Когда геополитика Вот так меняется Когда меняются страны Они захватываются Люди освобождаются Какие-то репарации Все меняется Родина, она где? Где? Родина это твой род Не правительство Которое на сегодня В твоей стране Это не родина А твой род Родина Это семья твоя Вот это родина Это бабушка Прабабушка И вот, знаете Тут как бы Не посрамить свой род Вот это за свою родину Это за свой род Но не за правительство Которое на сегодня Захватило власть На твоей земле На земле твоих предков Это вообще большая разница Не надо тут Про родину Вот эти лозунги Не надо Не надо Родина Моя бабушка Еще один юзер Следующий комментарий Моя бабушка говорит Ей уже 93 года Что русские хуже немцев Мы из центральной Украины У них в селе немцы Стояли недолго В войну И никто не насиловал И не равнял землей Дома Ну вот видите Комментарий Очень похож Как раз на воспоминания Моей бабушки Да Что Разные были немцы Я скажу больше Самые большие обиды У моей бабушки Были на своих земляков Вообще На своих земляков Которые В тот период Когда колхозы Да Вот набирали силу Свои же соседи Приходили И забирали все Свои же соседи Вот они были Хуже И немцев И кадетов И совет Свои же соседи Приходили И забирали Когда у бабушки Забирали молодую телочку Которая была Единственной Кормилицей На многодетную семью Бабушка ее пыталась Сохранить Сберечь Как-то Так ее так Кинули Что бабушка Поломала руку А потом Ее На тот момент Мать Пяти детей Шести Потому что Один ребенок Умер в маленьком возрасте Ну живых пять На пять лет Отправили Под Москву В тюрьму На пять лет Мать Пятерых детей Ваш Гребаный Совок Поэтому Вот тут Про родину Не надо Не надо Я родилась В Советском Союзе В Советском Союзе Но не дай бог Не назвать Этот Концлагерь Родина Извините Продолжаем Такая же история Пишет очередной Комментатор Всегда рассказывала Как боялись Советских солдат И то Что они творили И именно Страна Советова Отобрала Все у семьи Бабушки Она из Литвы И выселила ее В Калининградскую область Это правда Это все правда Это то Что рассказывали Наши бабушки Которым сейчас Под сто лет Люди Это правда Это все правда И на сегодня Весь этот ужас Это все Возрождается В современной России Снова И это ваша родина Это вы это защищаете? Россияне Вы безумцы И все это очень плохо Закончится для вас И не только для вас К сожалению Не только для вас Ну каждый будет Испевать свою чашу Так Так что еще А вот смотрите Наташа Кенигсберг Был столицей Восточной Пруссии Прусское герцогство Основано Наверное В 1255 году Польский король Великий князь Литовский На основе Тевтонского ордена Орден был Вассалом Польши И за аренду Пруссии Орден платил Польше Крепостную дань После распада Польши Немцы Окупировали Восточную Пруссию Срок этот Истек Еще в 95 Году И говоря Словами Того же Путина Может подзабыли Так мы можем Напомнить Ну вот такой Интересный Комментарий Так вот Тоже Интересный Почитаем Наталья Добрый вечер Я сам Проживаю Главное Родился В этой самой Москве И особых Нежных Чувств К этому Городу Не осталось То что Не успели И не смогли Убить В нем Большевики Коммунисты Добили Лужок И нынешний Оленевод Так что Я вас понимаю Когда вы Его Не очень Негативно Описывали Когда говорили О нем Во время Вашего Пребывания Он во многих Местах Очень холодный Грязный И злой Найти там Реально Хорошие Удобные Места Очень сложно Его нужно Знать и любить Его очень Долго Не любили Только Эксплуатировали Как город И как живой Организм В итоге Его И убили Практически Так что Да Москва Должна Потерять Пострадать Искупить Вину И только Тогда Она сможет Начать Жизнь С нового Листа Мне как Жителю Это больно Но Вы Более Чем Правы Тем более Вы это Говорите Не без Злобы Нам А многие Россияне До сих пор Еще не Осознали Что Очень скоро К ним Могут Начать Относиться Как Каким-то Неграм Простите За сравнение Все Что-то Много Уже Написал Еще раз Спасибо За расклад Спасибо И вам Спасибо Большое За ваш Комментарий Я думаю Это смело Спасибо Ну вот, тоже интересный комментарий, давайте прочитаем. Еще одно мнение. Сталин потребовал передать Кёнигсберг в СССР по простой причине. СССР не хватало незамерзающих портов на Балтийском море. По решению Потсдамской конференции Кёнигсберг подлежал передаче Советскому Союзу. Поэтому сейчас, в 23-м году, россиян никто и спрашивать не будет, какая-нибудь парижская конференция решит, что нынешний Калининград уже не принадлежит РФ. Как же СССР поступил тогда с местным населением, которое в Кёнигсберге жило веками? А очень просто. Всех насильно переселили в Германию. Переселенцы, переселенным немцам, разрешало взять с собой личное имущество до 300 килограмм на семью. И все. Прощайте, устраивайтесь как можете. Сталин решил на этом издевательстве еще и сэкономить. Он оставил в Кёнигсберге нужных специалистов, чтобы они восстанавливали работу предприятий. А в 1950-х годах этим немцам, знания которых использовали в отстройке города, сделали подарок. Отказали в получении советского гражданства. И их тоже насильно депортировали в Германию. А как было дальше с пустым городом, с удобными уже меблированными квартирами? А дальше было то, что делал СССР в Крыму, что делал СССР в Украине. Местных жителей, которые жили там веками, загоняли в вагоны, депортировали, убивали голодом. На свободное место, на готовые квартиры привозили вагонами россиян семьями. Так что живущим на чужой земле россиянам в Кёнигсберге, надо потихоньку самим начинать паковаться и переезжать назад в РФ. Туда, откуда их когда-то привезли. Лучше это россиянам сделать сейчас, без нервов, спокойно, чем через какое-то время, когда власти скажут, вам на депортацию даем 36 часов. Ну, вот такой комментарий. И я думаю, это правда. А, вот очень интересно, то есть, женки одягали комбинации, які залишились в будинках, и гуляли по месту, думали, що це сукни. Не удивляюсь, совершенно верно. А какие комбинации? Не было в союзе этих комбинаций, господи. Мало того, что в 45-м году по этому решению Кёнигсберг был передан СССР на 50 лет. И вообще Россия это не СССР. Совершенно верно. Так как Россия не является СССР, и этой страны больше нет, то и все договоры аннулируются. И то, что Россия взяла на себя с какой-то, извините, с какого-то перепугу, знаете, все права Союза, извините, одна из 15. С какого перепугу? То есть, ну, понимаете, здесь просто так, не трогай горно, вонять не будет. Этот Кёнигсберг оставили именно по той причине, дабы не разворачивались какие-то там военные действия. Так как все-таки Россия оставила себе атомное оружие, вот ядерное оружие, вот и все причины. Но уж если зайдет коса на камень, поверьте, все вернется на круги своя. Мы с вами видели четко колесо фортуны. Колесо фортуны, мои хорошие, это такой аркан, который все так или иначе ставит на свои места. Ну, вот такие комментарии, мои хорошие. Вот такие комментарии. Мне было очень интересно их почитать, спасибо большое. Я вам очень благодарна за то, что вы и приходите в гости, еще и активно комментируете, активно участвуете. Это, ну, для меня это важно, правда. Я очень тронута, спасибо вам. Спасибо. Ну, вот такие вот дела. Так. Ну что, теперь немножко новостей. Немножко новостей. О чем говорят наши новости. Давайте сейчас я включу новости. Так, ну, напряжение на белорусско-польской границе. Ну, это понятно. Кремль погрожает Польщи. Ага, очень ярко обсуждается вопрос скандала между Польшей и Украиной. Да, якобы какой-то чиновник польский опять заявил, это, значит, по примеру, видимо, британского, о том, что Украина недостаточно благодарна, да. Ну, и там пошло-поехало. Мои хорошие. Ну, это из разряда провокаций. Дело в том, что кремль свои щупальцы пускают везде, да. Да, и по большому счету, и мнения тоже есть неоднозначные, действительно, да. Есть недалеко глядные министры. Вот, недалеко глядные. Вот, недальновидные, глупые люди высказываются, потому что не видят дальше собственного носа. Вот, но это не говорит о скандале между двумя странами. Это говорит о том, что существуют глупые чиновники, которые, да, пришли к власти, получили какое-то свое место в правительстве, да. Но при этом приносят больше вреда, чем пользы. Потому как глупцы, таких достаточно в любой стране, в Польше, в Украине, ну, совсем-совсем подрастающие в России, там совсем умных не держат, там их отстреливают просто. Там просто не может человек умный быть, да, в правительстве. Они все должны быть на уровень глупее их царя, да, чтобы царь на их фоне выглядел умным. Вот, поэтому там просто идет отбор, да, вот по уровню идиотизма. Так, давайте рассмотрим скандал между Польшей и Украиной. Просто это неправильная формулировка. Это не скандал между Польшей и Украиной, нет. Это скандальные глупые заявления польского чиновника. Вот, давайте так и формулировать. Как будет разворачиваться событие, как будут разворачиваться события относительно скандальных заявлений польского чиновника. Польского чиновника, да. 5 мячей 6 мячей Шут Да никак, сойдет на нет Забейте Вот он ваш скандал И вот он переходит в уровень шута Получит ваш чиновник по шапке В итоге скажет, я пошутил А чем это закончится? Закончится вся эта история Очередной какой-то помощью Польши Польша проявит То есть нормальные чиновники Те, которые понимают, что к чему Просто поставят точку в этой истории Какой-то пентакливой помощью Каким-то своим вкладом Для Украины И история эта закончится по шуту Никак И вот эти провокации кремлевские не пройдут Не пройдут Ну тут была ли здесь провокация Либо сам по себе дурак Сложно сказать, да? Вы знаете, может и была Может и была Вот смотрите, я спрашиваю Была ли провокация или так? Сам по себе дурак Вы знаете, вполне возможно и была Не удивлюсь, если была Потому что видите, король кубка Который разговаривает много Вот он получает за свою Агрессивную агрессию За свой этот поступок Получает какой-то пентакль Вы знаете, может быть и была Так что я думаю Польским спецслужбам тоже не мешало бы Разобраться, кто у них там сидит И занимает Серьезные места в правительстве Может быть и была провокация Похоже на что? Ну, на то есть свои определенные органы Да, пусть разбираются Сойдет на нет Не будет никакого Вот этой вот Снежного кома Усиления Нет Нет Польша просто на деле покажет На чьей они стороне Точка Ну, надо понимать Что Польша, тем не менее Все равно старается поддерживать Собственного производителя Собственных фермеров Потому что понятно Что война войной Но даже для того Чтобы Польша оказывала Материальную поддержку Она должна получать Налоги от собственных фермеров И им людям нужно жить Поэтому здесь, конечно Они стараются лавировать Между интересами и Украины Но интересы прежде всего Своих людей И это нужно уважать Это нужно уважать Это очень правильная политика Польская Очень правильно В первую очередь Наши Их безопасность Их интересы Да И потом мы уже помогаем Как можем Но могут они Как мы видим Много Поэтому Польше Спасибо большое И на сегодня Их поддержка Очень важна А Украине Нечего вестись На всякие Кто-то что-то Где-то сказал Понимаете Смотрите на то Что кто делает А не болтает языком Вот начните уже Смотреть на дела Украина А не на слова Вестись Уши Развешивать свои Это все Уйдет на нет Эта тема Ну вот так Ну что ж Мои хорошие Мы с вами замечательно Сегодня пообщались Правда видите Как я вспомнила Свою И прямо Наревелась Вместе с вами Спасибо за общение Спасибо за сегодняшний выпуск За то что были Моими гостями Жду ваши комментарии Ваши вопросы Увидимся Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok